ВИДЕОГАЙДЫ Только уже с моими комментариями, это скорее всего будут напоминать варианты видео, которые были у нашего знаменитого Мизеракля. И для начала, для первого своего ролика, я решил взять игру на недавно вышедшем герое, герой под названием Варя. В данный момент этого героя очень трудно пикнуть в ранговой игре, и в принципе по понятной причине, потому что она слишком сильна. И плюс какая-то, как никакая, контра в виде Катрин пока еще не всем известна. Ну что ж, давайте пробежимся по скиллсету этого героя. Пассивная способность заключается в том, что при автоатаке моментально Варя выпускает второй заряд, который наносит определенному количеству целей урон, идентичный, который был нанесен первой цели. Ну и само собой, как видно уже по анимации, урон наносится именно в силе кристалла. Также этот именно второй автоатака требует достаточно большого количества маны, поэтому будьте аккуратны, когда не используете этот врожденный навык. Первая способность. Удар молнии. Варя посылает после небольшой задержки свою молнию в указанную точку. При попадании по герою, либо же по структуре, нескольким целям рядом с пораженной целью будет нанесен урон. Количество целей, как от самой молнии, так и от первого скилла, будет зависеть от прокачки коронной способности. Вторая способность. Это прыжок. Это наш эскейп, это наш сейф, это наш реген маны. После короткой задержки Варис совершает два прыжка по месту, куда вы ухажете, то есть тапните. Если вы докастуете заклинание не до конца, то вы можете прыгнуть только один раз. Помните об этом и используйте резкие рывки, в том случае, если вам надо куда-то резко убежать. Ну, а если у вас есть время и вы можете прокастовать, то можете прыгнуть два раза. После каждого перемещения, вот как вы видите сейчас, Варя поражает своих врагов, неважно кто это, это миньоны, это или же герои, молниями. За каждую пораженную цель, Варя восстанавливает ману. Как вы видите, восстановление этой способности достаточно длительное, поэтому во время фазы лайнинга я бы вам не особо сильно советовал ее использовать, а используется именно только на гангах, то есть когда на вас выпрыгивают. И после этого можно было бы ее заизать, чтобы спокойно уже бежать, потому что других методов для эскейпа у Вари нет. Также, после того, как вы совершите несколько прыжок, вы можете без задержки, то есть с ускоренной скоростью, запустить свой первый скилл. И коронная, наконец-то, способность. Гром и молния. Варя делает небольшую задержку, то есть почти все способности, которые использует Варя, требуют временно применения. Варя выпускает разряды молнии, которые поражают всех героев по всей карте. Но поражают они следующим образом. Под героем появляется небольшой круг, через короткий промежуток времени в этот круг будет ударена молния. Если герой вражески не покинет этот круг, то его поразит молния. Само собой, после каждого поражения молнии, последующий удар молнии будет слабее. Вот, ну что ж, пробежались мы с вами по скиллу. А, самый главный момент. При прокачке коронной способности количество целей, которые поражают молнии от врожденного навыка, а также молнии от первого скилла увеличивается. Давайте немножечко поясню вообще, как работает врожденный навык и какие цели он выбирает в первую очередь. После небольших моих, можно так сказать, опытов, я понял следующее. Если вы бьете по крипу-миньонам, то молнии перескакивают по всем целям. Ну, само собой, логично то, что по всем целям, по максимальному количеству. Но в том случае, если вражеский герой находится в туче миньонов, то с большей вероятностью, если целей больше, чем количество поражаемых целей, то есть вы не можете поразить всех при помощи, потому что у вас в начале только 4 цели поражаются, то есть если, допустим, 5 миньонов стоит и 6-й стоит герой, то молнии с большей вероятностью перепрыгнут по миньонам. То есть герои выбираются только в самом последнем случае. То есть если вы надеетесь, что вы будете харасить вражеского героя через крипов, то я вас в этом плане, скорее всего, огорчу. Нет, у вас этого не получится сделать, потому что молнии будут с большей вероятностью попадать именно по самим крипам. Ну что ж, давайте теперь перейдем к игре. Достаточно интересная игра получилась. Во-первых, мне отдали лайн, то есть вы сами понимаете, да, что я не самый лучший лейнер, но так или иначе я пытался максимально поддерживать свой крипстат. Конечно, он не идеальный, но все равно лейнинг фаза за варю достаточно приятная. На старте я закупаю кристалл маны, прошу прощения, маленький кристалл и батарейку. Также можно рассматривать покупку вместо батарейки пистолетик для того, чтобы ускорить автоатаки. Вот вы видите, здесь замечательно я пытаюсь убежать. Да, вот очень много я себе на стаку щита при помощи второго скилла пытаюсь тут поджать Катрин, но Катрин убегает, Гвен ее защищает. Вот. Что нам позволяет вообще на старте делать батарейку? Это более сейвово себя чувствует за счет того, что у нас мы можем чаще использовать свой врожденный навык. Да, вот смотрите, использую ультимейт, но подбегает ко мне Катрин и, конечно же, меня все сбивает и меня убивает. Да, Катрин является прямым контр-пиком для Вари по нескольким моментам. Во-первых, это барьер, ой, не барьер, щит, который включает на себя Катрин, который замечательно отражает все молнии, которые кидает Вари. Чаще всего Вари играет 4-5 синих слотов, и поэтому зачастую все эти молнии будут очень больно бить по своим же тиммейтам. Во-вторых, это оглушение. У Кати очень быстро откатывается это точечное оглушение, и если Вари подловить в момент, когда она кастует либо ультимейт, либо свой второй скилл прыжок, то Варя остается беззащитна, то есть без дополнительного барьера, без перемещения своего резкого, и ее очень просто получается добить. Поэтому, если видите Вари в контр-пике, то старайтесь взять Катрин, неважно, цепешный или саппортом, но лучше, конечно, саппортом. Во-вторых, советовал бы я вам сразу же поизучать немножечко, вообще поиграть за этого героя против ботов, хотя бы одну или две игры, чтобы понять, как вообще попадать своим первым скиллом по вражеским героям. Конечно же, если вы уже опытный игрок, и вы примерно представляете, как будут передвигаться вражеские герои, то вам не составит труда привыкнуть к этому навыку. Но не забывайте о том, что после применения второго скилла, ваш первый скилл будет вылетать почти моментально. Это вам поможет более... Смотрите, начинается файт, пытается Крул у нас забирать... Да, Райм подошел, но Райма мы тут вместе наказываем. Хотя нет, смотрите, Райм убежал, карта попадает в меня, меня отхиливает Грейс, неплохо получается. Крул у нас спокойно танчит весь фронтальный урон, пока я нахожусь сзади и настреливаю как можно больше. Пока, конечно, нет у меня кольца, но как только оно у меня появится, то мою выживаемость и мой, конечно же, урон повысится просто в разы. Сбили, видите, мне мой прыжок, то есть Катрин мне его сбила, и я уже не мог просто догнать, потому что если бы она бы мне его не сбила, то я бы, скорее всего, смог подопрыгнуть до Гвен, и там бы ее забрал. Итак, давайте пройдемся теперь по закупу. Само собой, чаще всего первым золотом мы будем закупать это переменный шок. Что он нам будет давать? Во-первых, ускорение нашей скорости автоатак, потому что основную долю урона мы наносим за счет нашего врожденного навыка. Также дополнительный урон при автоатаках тоже нам будет полезен. Вторым предметом можно выбирать ситуативный. Если вам необходимо выживание, вы чувствуете то, что вас фокусит, то вы можете, как я сделал в этой катке, собрать себе череп. А во втором случае, конечно же, если вам нужно более урон, то мы будем выбирать само собой кольцо. Смотрите, неплохо я настакиваюсь. Попытался, вот видите, мне сбивают просто почти моментально мои прыжки, и я не успеваю сделать еще несколько рывков, и за счет этого у нас уходит рай. Да, вот какой-то баг тут был, я скорее всего, да, меня здесь забирают, не смог я здесь выжить. Вот, то есть, вот короткий момент, когда мне сбили прыжки, и за счет этого я не смог уже ничего поделать. Хотя, вроде бы, был собран череп, и я, в принципе, отхиливался достаточно неплохо. Ну, наказали нас, поймали на развороте. Так вот, вторым слотом либо мы собираем кольцо, либо череп. Ну и, само собой, третьим слотом мы добираем оставшийся предмет. Нет, сразу же советую вам прикупить отражающий блок, как только у вас будет эта возможность. Вначале хотя бы докупить просто сердечко, чтобы было дополнительное ХП. Ну, а блок, само собой, поможет вам переживать некоторые негативные эффекты. Сало, контроль, то есть, оглушение разнообразной эфиры, поэтому блок, он нам всегда пригодится. Ну, если вы доверяете своему саппорту, то, конечно же, вы можете его не покупать. Так, вот видите, Катрин просто не разрешает прыжок. Вот опять мне просто сбивают прыжок, то есть, видит, что я буду прыгать. Вот, меня здесь максимально пытается сейвить Грейс, и, в принципе, у нее это получается. Вот, смотрите, какое копье. Оп, хорошее копье. Конечно, пока еще не настакану, нет у меня кольца, чтобы настакиваться. Но, как только кольцо появится, то урон просто вырастет в разы. Потому что можно просто настакиваться на саппортах, можно настакиваться через вот такие копья далекие, и потом уже наносить просто адский урон. Видите, я просто не подпускаем к себе, никого никогда не подпускаем, потому что на ближнем радиусе атаки, то мы просто разваливаемся. Потому что ХП и защиты у нас очень мало. Поэтому мы стараемся тоже максимально быстро проапгрейдить ботинки до второго уровня. Это нам позволит почаще их использовать, ну и, само собой, повышает скорость передвижения вне боя, что тоже достаточно важно. Вот прыгаем, видите, немножечко мне урона не хватило за счет того, что съел у нас Райм хилочку. И вот мне приходится ретироваться. Оставляю я здесь Грейс, которая спасла мне жизнь. Вот видите, Катрин здесь закупил себе афтершок, я просто ничего ей не могу сделать, потому что вот она в данный момент ходит под щитом и уже просто добивает меня оглушением. Да, она меня не отпускает. Вот, и давайте по нашему вообще пику, который у нас здесь был сделан. Как вы видите, с нами играет Крул, почему мне очень понравилось играть с Крулом? Во-первых, это фронтлайнер, который может вытанковывать достаточно очень много урона. Если Варя играет без фронтлайнера хотя бы одного, то врагам очень легко добираться до нее и, само собой, с ней разбираться будут очень быстро. И поэтому в данный момент вы, как видите, у меня и Грейс, и Крул, оба фронтлайнера. Тем более Грейс может меня отхиливать в трудных ситуациях и я себя чувствую достаточно комфортно. И это, само собой, если мои тиммейты не падают раньше меня. Давайте посмотрим еще, я пропустил момент, по скиллсету. Само собой, в первую очередь мы прокачиваем наш первый скилл, нашу молнию. Это наш основной урон, при помощи которого мы наносим рейндж атаки. Во вторую очередь мы прокачиваем наш прыжок. А ультимейт прокачиваем только два раза, на шестом и на двенадцатом уровне. Почему так? Потому что я считаю, что при помощи ультимейта попасть сейчас в данном, даже в каких-то контрольных ситуациях, очень трудно. То есть в данном пике у нас нету каких-то особо сильных контролей, кроме как оглушения Грейса. Вот смотрите, как я буду сейчас кайтить Райма. Он пытается меня поймать на свое замедление, но это у него не получается. Вот видите, только одно замедление я словил. Прыжком одним коротким запрыгиваю и даю молнию. Здесь уже Райма мы не отпускаем. Вот, то есть у нас здесь нет контроля. То есть если бы был, допустим, Чейнлокер, был бы Ордан. То есть те герои, которые максимально ограничивают передвижение вражеских героев, то возможно, можно было бы попробовать проапгрейдить наш ультимейт трижды. Но я все равно считаю, что лучше уж прокачать наш второй скилл, наш эскейп. Это уменьшит время его восстановления, плюс даст дополнительную манну и, само собой, дополнительный урон. Вот. Ну, это мое сугубо мнение, поэтому и вы можете с ним не согласиться. Смотрите, забирает у нас здесь Грейс. Я вот блоком блочу все оглушения, убегаю под башню. Пытаюсь здесь еще хоть сколько-то урона наносить. Но нет у меня кольца. Урона у меня пока еще не столько много. Было бы кольцо, возможно, я бы нанес здесь урона побольше. Вот видите, вот здесь уже меня тоже не отпустят, потому что у меня блок был в откате. Хотя, смотрите, каким прыжком, резким прыжком я смог уйти. И здесь, как вы видите, какой-то баг интересный случился за счет того, что я отпрыгнул. Гвен застряла в тауэре и покончила жизнь самоубийством. Очень хорошо для себя вот мой друг, товарищ Алекс. Сейвит он меня только как может. Хоп, хоп. Попытался я догнать Райма. Райм пытается вот здесь опять-таки меня замедлить. В принципе, у него это неплохо получается. Но я все-таки подвижный герой, в отличие от него. Ну и плюс еще его замедляет постоянно Грейс. Ну и Крул тоже мне подошел и помог его, конечно же, добить. То есть, видите, мы можем спокойненько харасить очень издалека. Вот всякие вот прыжки такие вытворять. Вот видите, моментально почти молния вылетает. И 15-ая минута наступает, выходит Кракен. А это значит, что надо файтиться, надо выводить врагов на файт. Очень много я себе здесь денег накопил, давно не закупался. Покупаю себе сразу же кольцо и покупаю себе эгиду. Ну и все, в принципе, даем сразу ультимейт, чтобы, возможно, хоть немного постакать свое колечко. Видите, оно настакалось у нас на два стака дополнительных. Прыжки. Здесь загулял очень сильно Катрин. Она позволяет мне настакаться уже на восемь стаков. И смотрите, сейчас сколько урона будет вылетать. Райм просто уже ничего не может сделать. И на нем уже Викру настакивается. Подходит Гвен. Я ловлю карту в себя. Ну и тут уже, в принципе, Кру никого не будет отпускать. Я попытался запрыгнуть вовнутрь, но уже понял, как это, в принципе, бесполезно. И сразу же ретировался. Вот пытаюсь. И закрываю я с собой немножечко Грейс. И вот стилю фарм, который прямо за Тауэром. Вот смотрите. Просто вот по Тауэру 400 урона. С полу с настаканным кольцом. Оп. Можно спокойно из-под рейнджа Тауэра убивать Тауэры. То есть это может быть новая Селеста. Вот. Начинаем мы попытаемся, скорее всего... Нет, мы не будем здесь забирать Кракена, потому что это, в принципе, опасно. Враги все поднялись. Думаю, я здесь закупать себе все-таки четвертый ЦП-шный итем. Здесь уже можно повыбирать. Можно, допустим, купить Шаттер. Можно купить Пробой, в том случае, если враги собирают очень много сейва. Имеется дефа. Вот тут уже на ваш вкус и выбор. Смотрите, влетают мои союзники. То есть они берут на себя весь первичный урон. Я влетаю при помощи второго стила. Нахожусь как можно дальше. Отхиливают Крула. То есть Крул впитывает в себя очень много урона. Я в этот момент просто нахожусь сзади. Настакиваю свое пассивное... Своё кольцо. Здесь Крул просто в одиночку почти забрал Гвен. Тут я уже подошел, помог забрать Райма. И здесь уже умирает Катрин. Просто потому что понимает то, что она никуда не сможет уйти. Это Эйс и Враги с Дарис. Вот такая вот замечательная игра. Ребята, как вам понравилась такая рубрика, обязательно пишите свои комментарии. Надеюсь, вам все понравилось. Если не понравилось, то тоже пишите. Мы будем стараться снимать гайды для разных героев. И надеюсь, мы с вами будем встречаться гораздо дальше. Большое всем спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok